Теория, расширяющаяся Вселенной, это, можно сказать, царица всех космологических теорий. Это фундамент наших знаний о космосе. Ученые потратили немало сил и времени, чтобы наконец-то прийти к этим знаниям. Однако, как снег на голову, появились данные, которые крича, что на самом деле никакого расширения во Вселенной не происходит. Она просто неподвижная и плоская, как и предполагал когда-то Эйнштейн. Но значит ли это, что наше представление о Вселенной в корне неверно? И какие новости нам принес телескоп Джеймс Уэбб? Телескоп Джеймс Уэбб предоставил нам данные о некоторых космических объектах, которые не вписываются в стандартные космологические теории. Например, он выяснил, что сверхдальние галактики проходят этапы своей эволюции не в таком темпе, как другие. Возьмем галактику Джеймс Уэбб мы выяснили, что внутри нее есть черная дыра. Все бы ничего, но эта черная дыра слишком массивная, как для галактики такого возраста. То есть за период после Большого Взрыва она просто не могла стать настолько огромной. И это не единичный случай. Все чаще в других галактиках начали находить элементы, которые также не могли сформироваться, если опираться на дальность галактики и общепринятые модели термоядерных реакций. В чем причина этого? Неужели базовые теории космологии не верны? Долгое время галактики исследуют Хаббл. И он как раз-таки подтвердил основную теорию эволюции в космосе. Галактики начали формироваться в течение миллиарда лет после того, как произошел Большой Взрыв. И вот теперь мы видим, что Джеймс Уэбб предоставил нам совершенно противоположные данные. В точности работы данных телескопов нет сомнений. С чем же тогда это связано? Или же речь тут идет об определенных белых пятнах в наших теориях? Для начала давайте проговорим все этапы формирования первых галактик. Итак, за них, грубо говоря, была ответственна темная материя, а именно ее гравитационное воздействие. Из-за него в зародышах галактик начал скапливаться газ. Это привело к возникновению первых светил. Поскольку тогда Вселенная была очень маленьких размеров, это согласно стандартной теории, то места для всех объектов попросту не хватало. Многие из них начали сливаться воедино под действием гравитации. Это привело к тому, что у первых галактик не было какой-то четкой структуры. Они едва ли напоминали современные галактики, были бесформенными и не очень-то и большими. Вы же помните, Вселенная тогда была намного меньше. Именно такие объекты мы можем видеть на снимках Хаббла. Однако тут стоило определить точный возраст таких структур. Сделать это удалось не сразу. Для этого нужно было определить фотометрическое красное смещение. Что она подразумевает? Во Вселенной, которая постоянно расширяется, все объекты отдаляются от Млечного Пути, за исключением тех, которые имеют гравитационную связь с ним. Если галактика отдалилась на большее расстояние, то смещение в красной части спектра становится больше. Этот метод невозможно применить к маломассивным галактикам, поскольку их спектр мы получить не можем. Тут приходится использовать другой способ. Смотреть на потоки излучения через несколько разных светофильтров. И вот оказалось, что изучаемые галактики достаточно далеко отдалились от нас. Смещение было настолько сильным, что Хаббл воспринимал исходящий от них видимый свет, как ультрафиолетовый. Возможности Хаббла в этом случае не были безграниченными, поэтому появилась потребность в запуске более продвинутого аппарата, который был бы чувствителен к инфракрасному диапазону. Как мы уже упоминали, Джеймс Уэбб предоставил нам данные, которые противоречат информации от Хаббла. Например, в ходе исследования изображений почти 4000 галактик выяснилось, что некоторые галактики спиральные, хотя по версии Хаббла они были неправильной формы. Скорее всего, это связано с тем, что Джеймс Уэбб делал снимки в инфракрасном диапазоне. Соответственно, мы могли рассмотреть галактику вместе с теми элементами, свет от которых поглощался межзвездной пылью на снимках Хаббла. В итоге мы просто получали более четкие изображения, на которых и сама галактика приобретала более понятную форму. Мы это можем заметить, если сравнивать снимки одних и тех же объектов от двух телескопов. Разница очевидна. Не правда ли? Благодаря Джеймсу Уэббу мы выяснили, что во Вселенной преобладают все же спиральные галактики. Их аж 42% от общего количества. На втором месте как раз-таки неправильные галактики, а потом уже эллиптические и другие. То есть мы знаем точно, что спиральных галактик во Вселенной намного больше, чем предполагалось изначально. И тут появляется один противоречивый факт. По мере отдаления от Млечного Пути внутри систем, звездная масса которых превышает миллиард, виды галактик в количественном соотношении едва ли меняются. И это опять же идет вразрез устоявшимися представлениями о формировании галактик. У нас пока есть два варианта объяснений. Либо структуры формируются намного быстрее, чем мы предполагали, либо столкновения между галактиками в большинстве своем не имеют каких-либо последствий. Но действительно ли это можно объяснить именно так? Это вопрос, на который нам еще предстоит дать ответ. К этому еще добавьте то, что помимо распространенности спиральных галактик, количество галактик правильной формы намного больше в дальних участках Вселенной. И это довольно интересный факт. И его нам тоже предстоит объяснить. Понимание того, как формируется наша Вселенная, как возникают и развиваются галактики, очень важно. Ведь это фундамент всей космической науки. Благодаря этим знаниям мы также можем понять, возможно ли существование планеты, подобной на Землю, в других галактиках. Джеймс Уэбб принес нам очень много пищи для размышлений, и мы очень надеемся, что картина Вселенной станет для нас более четкой. А как вы думаете, как скоро мы разгадаем эту интересную загадку?